Доброе утро, друзья! И сегодня, вот после вчерашнего стрима, просто висит вопрос о детях. Как детей развивать в инфодайвинге? Как с детства сразу раскрывать их способности? Как быть в гармонии и максимально вывести своего ребенка, чтобы он слышал свою душу? Вот эти вопросы, они актуальны для любого родителя. Более того, сегодня в обществе есть перекосы, когда уже сложились определенные ситуации, взаимоотношения между родителями и детьми. И все еще можно исправить. Совсем недавно в Белоруссии задержали сына известного российского олигарха и задержали его с наркотиками. И фото, которые были опубликованы в СМИ, я просто зависла, смотрела на фотографию, понимала. Левая и правая стороны лица у ребенка были явно не симметричны. Перекос был полностью сверху и снизу в сдавливании рационального и вытягивании эмоционального плана. Вот эта асимметрия, я понимаю, она сложилась не за один год. Ее видели родители. И эти родители не обращали внимания на то, как менялась внешность ребенка. Их как росла диспропорция. Это неврожденная диспропорция. И почему-то они не обратились к психологу, не обратились к психотерапевту или к экстрасенсу. К любому человеку, кто бы им сказал, господа, господа, что-то вы делаете не так. Что-то вы делаете не так, что идет вот такой перекос. Давайте мы разберемся, откуда рождаются эти перекосы. Куда они ходят корнями с нашими детьми. И как с этим быть, чтобы наши дети росли в гармонии, счастливыми и вместе с нами помогали творить и нам. И сами раскрывались в этом мире и чувствовали себя богами. Играли по полной в эту игру под названием «Жизнь». Интересно? Тогда оставайтесь. Тогда разговариваем. Ну вот смотрите, первое. Какой стереотип существует у нас в обществе? Рождается ребенок. И родители, первая мысль, которая приходит им в голову, мы же подарили ему жизнь, мы подарили. Значит, он нам уже должен с годами. И эта мысль у них крепнет, они же его растут, растят. Они же тратят на него свои деньги, свое время. Они же заботятся. В это время у них работают программы, что они должны быть хорошими родителями. А хорошие родители у нас кто? Те, кто у нас ребенку что-то покупает, что-то дарит, возит на тренировки, заботится о нем. Он беспокоится, этот родитель, чтобы ничего с ребенком не случилось. У нас же как, мало ли, ребенок выйдет на улицу и кирпич на голову свалится. Опять-таки, родители всегда знают, что для ребенка будет лучше. Да, согласны. Ну, родители же они взрослые, у ребенка же мозгов-то нету. Он же маленький, вот он лежит там в кроватке сики-каки, и все у него. А потом он подрастает, а ассоциация остается, что у него вместо мозга сики-каки. И таким образом, по сути дела, родители ребенка ассоциируют с вещью, с мебелью. Для многих он и вырастает такая мебель в доме, которая должна слушаться. И какой у нас ребенок? У нас есть шаблон хорошего ребенка. Это тот, который хорошо учится в школе, который слушается родителей, который помогает папе с мамой, и который радует их какими-то своими успехами. Вы знаете, такой вот манекен на пальчиках. И вот этот манекен играет в ту игру, которую сказали родители. Более того, вот эти программы, которые я сейчас просто проговорила вслух, их у нас закладывали генетически. Вы посмотрите, даже славянские разные вещи и мусульманские разные вещи. Там, где дети, они полностью послушны более старшим членам своей семьи. И существовали правила, мне моя бабушка рассказывала, в каких правилах она, например, жила, как они должны были подчиняться старшему в доме. Потому что на одной территории проживало там несколько семей. То есть, грубо говоря, дом. И дом каждый раз, когда очередной сын женился, достраивался там, либо рядом строился. И там жила следующая семья. Но для того, чтобы в этом курятнике был порядок, был старший, который этим всем руководил. И ничего, если этому старшему было за 90-е, он уже выживал из ума, но он все равно руководил. Вот эта информация, она в нас есть в генах. Насколько она актуальна сегодня, и насколько она честна, насколько она из любви. Насколько она соответствует тем вибрационным частотам общества, тому развитию, которое претерпевает наше общество сейчас. Понимаете, миром правит любовь. Миром правит любовь. Вот рождается ребенок. Давайте посмотрим на это рождение просто под другим углом восприятия. Тот же самый маленький ребенок. Вы его рожаете. Вы смотрите на него. Вы ему подарили жизнь? Или он подарил вам радость своим приходом? Или он научил вас любить, любить самого себя? Потому что вы любите его, а он сейчас даже физически, часть вас, это кусок вашего тела, который только что выделен. Вы задумались, да? Детей мы рожаем вообще для кого? Для себя, дорогие. Для себя. Если вы рожаете для общества, то зачем вы это делаете? Нету никакого общества. Общество – это продукт вашей психики. Детей мы рожаем для себя. Дети нас учат любви, любви к себе. То есть, грубо говоря, дети нам просто отражают центральную, ключевую программу, божественную, когда мы синхронны с Богом. И вот эти моменты, когда ребенок рождается, и отец, и мать всегда синхронны с Богом. И вот я сейчас говорю об этом, и человек чувствует мурашки, как идут, потому что это на самом деле так. Даже когда мы это обсуждаем, эта связь включается. Понимаете? Вот это основа. И в данном случае, так как есть стержень, основа, это основа – любовь, то дальше идет компенсация в равной степени. В равной степени мы заботимся о ребенке, потому что, да, он физически не выживет, но ребенок пришел сюда, и он компенсирует нам духовным и моральным. Он дает нам силы, он дает нам чувства, он позволяет нам чувствовать. Более того, Бог на детей всегда выделяет средства. Это нам кажется, что дети пришли, нам на себя стало меньше хватать. Это мы просто обделили себя. На самом деле рождается очередной ребенок, у нас появляются новые возможности. И так всегда. Это прописано во Вселенной. И получается, что когда мы подменяем любовь заботой, или вешаем на ребенка обвинение, что мы там тебя родили, а ты там неблагодарен, подождите, нет, здесь все в гармонии, у Бога все в гармонии. Ребенок родился и подарил нам возможность полюбить себя. Ребенок родился и подарил нам радость. Ребенок родился и подарил нам счастье. Более того, пока он растет, он нам зеркалит все те программы, которые мы себе не позволили выполнить. Посмотрите, как наши старшие дети, они же всегда доделают за нами то, что мы не реализовали в своей жизни. Мы же их отдаем в музыкальную школу, потому что мы сами хотели заниматься на фортепиано. И пускай даже у него удачно, он великолепно играет на фортепиано. Я сейчас говорю, четко прожив это все на своих детях, из своего опыта. У меня трое детей, и все три на данный момент ровно идут в синхронизацию со своей душой, для того, чтобы они могли играть классно в эту жизнь. Но это стоило труда, это стоило осознавания, это стоило понимания и переживания очень многих эксцессов жизни. Мы через детей, как через зеркало, получаем обратную связь от Бога и пытаемся доделать то, что мы не доделали, и, соответственно, доделывают наши дети. А зачем? Вот когда задумываешься потом над этой программой, зачем? Ведь можно было это все сесть и отработать, и закрыть, и не мучить ребенка, и дать ему сразу, сразу реализовываться в жизни. Но видите, как дети приходят сюда с программой, не мы их учим, а они приходят нас учить. Они приходят, они более зрелые, более продвинутые, более новые опции, да, винды, новые компьютеры, которые приходят обновить драйвера старых. И получается, что дети нас учат быть добрее, дети нас учат любви, дети нас учат заботе, дети нас учат различать разницу между любовью и заботой, между любовью и контролем, между любовью и насилием семейным, да. Потому что, смотрите, сколько детей растет в насилии. Разве ограничить право ребенка на его личный интерес – это не насилие? Давайте подойдем к интересу. Что такое интерес? Интерес – это прямая связь с Богом. Сегодня ребенка нечто интересное. У него зажглась вот эта искра божественная, а родители говорят, у меня нет на это денег, или мне некогда тебя возить, или мне это все глупость, тебе это в жизни не понадобится, иди и учи уроки. Я тебя накажу тем, что я лишу тебя твоего интереса. Подождите, чем вы накажете? Лишив его божественной связи? Отключив его от Бога? Он, причиняя ему боль и страдания. Так это не насилие, но это же норма воспитания. Сегодня в Беларуси обсуждался вопрос о запрете физического насилия над детьми, когда детей нельзя бить и так далее. Я тоже с этим полностью согласна, потому что любое физическое насилие, абсолютно любое физическое насилие, не имеет смысла. Но у нас не говорится о насилии психическом. И на сегодняшний день, когда я смотрю, как воспитываются дети родителями, в 99% семей идет психическое насилие. То есть детей не слышат, детей не признают личностями, зрелыми личностями, детей не уважают. И их интересы не ставятся во главу угла их развития. Дальше возникает точка компромисса. Но если я полностью буду заниматься интересами ребенка, то как я буду заниматься своими интересами? Подождите, если у вас есть контракт на то, что этот ребенок пришел на бессознательном уровне, на то, что он пришел и что-то делает, возможно, он вам сигналит о том, что вы тоже от своих интересов отвалились, да? И делаете что-то не то. И это прикрываете своими интересами. Найдите себя, и вы вдруг обнаружите, что у вас есть общие точки пересечения. Представляете? Не бывает, чтобы их не было. И иногда взрослым очень даже полезно полетать с горки на задницу, чтобы прийти в адекват, чтобы вспомнить о том, какие мы есть на самом деле искренне настоящие. А это нам зачастую помогают сделать именно дети. Они помогают нас расслабить. И потом после этой горки включается мозг, и идет поток энергии, и с энергией идет информация, восстанавливается связь с Богом. И идет внутри такое, вау, блин, опять я накосячил в жизни. Зачем вот я сейчас занимаюсь этой херней? Я же сам себя не слышу. А вот сейчас вот эта горка помогла мне себя услышать, себя настоящего, потому что я вспомнила вот это детство, вот этот драйв, и у меня снова восстановилась связь с Богом. У меня снова восстанавливаются вот эти интуитивные включения. Нам это помогают дети, не кто-то, потому что дети, дети нам даны из любви. И дети нам даны как проявление любви, и как тренажер, на котором мы учимся любить, любить себя. Любить себя, любя детей, мы любим себя, не кого-то, господа мои. И есть еще у нас такая одна тема. У нас есть в обществе одна невероятно огромная подмена. Она называется «Секс и любовь». У многих между сексом и любовью стоит знак «равно». Я встречала в жизни человека, он был женат до нашей встречи пять раз. Пять раз в каждом браке у него рождено было по одному ребенку. И все дети росли без отца. И у него было четкое «равно». Секс равно любовь. То есть если его физически привлекает женщина, значит он ее любит. Как только секс заканчивался, заканчивалась любовь. Этот человек просто не знал о любви. Один раз у него, включив и загрузив программы любви, у него появилось право на счастливую жизнь в шестом браке. Потому что секс – это не есть любовь. Влюбленность – это не есть любовь. Уважение – это не есть любовь. И я предлагаю даже прямо сейчас сделать такую практику. Она зайдет очень большому количеству людей. Вот сейчас спокойно сядьте, вдох-выдох. Я осознаю и признаю разницу. Просто проговорите вслух. Наше бессознательное великолепно слышит. Оно заходит, сейчас информация к нам через уши. Я осознаю и признаю разницу. Между любовью и сексом. Между любовью и уважением. Между любовью и контролем. Между любовью и заботой. Между любовью и влюбленностью. Между любовью и вниманием. Между любовью и пониманием. И теперь вдох-выдох. Можете потянуться. Почувствовать свое тело. И ощутить те мурашки. Когда разделяются программы, мы их чувствуем мурашками. А когда вот такие программы у нас разделены, то вдруг оказывается, что у кого-то вообще не хватит чувства любви. То есть там была подмена. И это место было занято. А теперь мы взяли и это место освободили. И надо будет наработать это чувство в жизни. То есть найти тот момент, когда оно проявится. Через материальный мир закачается опыт. И мы начнем любить искренне и по-настоящему. Мы откроем сердце действительно любви. И помогают нам в этом дети. И зачастую человек проживает всю жизнь, выращивает детей. А чувства этого не знает. Если мать или отец не знает этого чувства, то как может это чувство знать их ребенок? Представляете? Вот так ребенок и хромает. Потом по жизни, ища, где этот драйвер доставить. А ведь абсолютно все, все люди тянутся к любви. Абсолютно все люди тянутся к любви. И все взаимоотношения можно строить из любви. Я хочу задать еще один вопрос. Как часто мы говорим с детьми по душам? Ну вот как часто реально в жизни мы говорим с ребенком по душам? Когда мать наезжает вечером на отца и говорит «Иди и поговори с этим оболтусом». Или это с этой проституткой, да? И отец одевает личность отца и приходит разговаривать. Смотрите, может здесь быть разговор по душам? Я хочу подвести вас к одному осознанию, чтобы вы его начали замечать в жизни. Если вы одеваете субличность, а именно субличность матери, субличность отца, субличность бабушки, дедушки, субличность – это набор программных поведенческих реакций, которые как маска одевает человек. И исходя из этой маски, он начинает действовать, говорить, творить. У него тут же меняется система ценностей и убеждений под это программное обеспечение. То есть, грубо говоря, вот запускается на компьютере у ЛИД-студии, все, он пошел верстать свое видео. И исходя из этого, когда начинает строиться диалог, то есть сразу уже есть роль. И из этой роли души нет. Уже эта роль закрыла душу. Уже разговора по душам нет, потому что говорит отец. Не говорит любящая душа с любящей душой, а говорит субличность с субличностью. И это разные варианты. И в таком случае разговор переходит из чувств в голову. А в голове правда нет. Там есть включение в новую игру. Вот есть уже сейчас ситуация, в которой вы уже включены в игру. А вы говорите, вот я сейчас перейду в голову и нарисую еще 10 ситуаций. Через программу ума. Ее ведь задача включить нас в игру. А включая через игру, через что? Через страдания, через какие-то такие моменты, эмоциональные переживания. И таким образом мы создаем новую-новую игру, вместо того, чтобы выйти душа к душе и погасить пожар, залить пожар и решить все вопросы, чтобы посадили там цветочки и начали расти на этом месте, на этом пепелище. Розочки. А у нас получается, мы зажигаем еще 10 пожарищей. И говорим, мы будем полыхать и полыхать, воевать и воевать. И потом мы встречаем в жизни людей, которые, во всяком случае, ко мне приходили на тренинги люди, которым 50 лет, а они до сих пор не общаются с родителями. Почему? Потому что родители плохие, потому что они когда-то их выгнали из дома в самостоятельную жизнь, потому что, потому что. И понимаете, можно, конечно, сказать, ну, если ты себя комфортно чувствуешь, то идей не общайся. А на самом деле, я понимаю, что в психосоматике сформирована огромная травма. А эта травма – это огромный ресурс энергетический, который так или иначе прорвется в жизни тяжелым недугом или какой-то ситуацией, когда эта энергия будет спускаться. Но спускается она из травмы медленно, как правило, через разворот. Картина снимается, картина реальности. И эта картина реальности показывает. Страшные события, ДТП какие-то, неприятные ситуации, разрушение жизни. Но чаще всего это болезни. То есть непрощение, как правило. Онкология полностью сидит на непрощении. Если та же самая кардиология, она еще и с агрессией связана, да, и с яростью, то онкология, она в чистом виде сидит на непрощении, на обидах и на вине. То есть эти эмоциональные составляющие – это то, что вот находится в этом ядре травмы. И вот исходя из этих частот формируется вот это заболевание. И таких заболеваний на самом деле очень-очень много, которые формируются на вот этих частотах из непрощения. А первичное непрощение закладывается в детстве. Да, господа? Нам кажется, что мы вот довинули эту гадину, которая сейчас двойку получила. А эта гадина на всю жизнь это запомнила. И у него сформировалась травма. И вместо любви там засела гадина. Понимаете? И потом выстреливает болезнь в 40-50 лет. Человек уже не помнит, что родитель там его давил или еще что-то. Но травма есть. Травма есть. И это вылазит в дальнейшем здоровье. И когда мы осознаем вот это дело, понимая, что любая травма, она сформирует этот блок в психике. И в дальнейшем она будет влиять на жизнь нашего ребенка. Она сформирует какой-то событийный ряд. И она сформирует какое-то здоровье. Скажите, пожалуйста, зачем тогда травмировать ребенка сейчас, понимая, что в дальнейшем это приведет к каким-то неприятным последствиям, к каким-то страданиям? Если мы любим своих детей, разве мы из любви это будем делать? Нет, из любви это не делается. Это делается из эго. Из какой-то гордыни, из какой-то недопроявленности. Из-за какой-то недокомпенсации своей в этой жизни. Понимаете? И в таком случае, когда у нас есть напряжение с нашими детьми, поиск надо искать в себе. И в нашем обществе, на самом деле, мы иногда творим невероятные вещи, не задумываясь. В нашем обществе принято просто... Вот иногда смотришь, и это ужас. Я приведу просто конкретные примеры из жизни. Например, даже в моей семье вот собирается мой ребенок ехать в Польшу. И разговор вечером. Он приходит, говорит, мам, будет дальняя дорога, дай свою машину. Я говорю, на. Приходит папа и говорит, а чего вы на своей не едете? А у них Рено, и она... Если ДТП, то это погибшие дети, да? Там безопасности в этой машине нет. И я говорю, да пускай они на нормальной съездят. Мало ли что, дорога дальняя, на самом деле. Зима. Тяжело. И папа стоит. Первая секунда уже с желанием возбухнуть. А потом я говорю, стоп. А ты вот сейчас задумайся. Если что-то случается с твоим ребенком, то что для тебя важнее? Машина или сын? И вообще, как можно эти две вещи сравнивать? Шок, зависание. Конечно, ребенок получает ключи, благодарит. Потом ее через несколько дней благополучно пригоняет обратно. Но, понимаете, как часто в жизни мы своим детям в чем-то отказываем. А это ведь мы, если посмотреть глубже, мы зачастую ставим на кон жизнь. Мы зачастую ставим на кон безопасность. И мы провоцируем Вселенную, создавая напряжение в отношениях. А это напряжение, если вы натягиваете резинку, она же где-то выстрелит. И надо вовремя себе сказать, стоп, дорогой, стоп, стоп, стоп. Ты посмотри, ты сравниваешь несравнимые вещи. Потому что так принято в социуме. Потому что социум ценит материальный мир. Потому что социум ценит деньги. Социум ценит какие-то вот эти вот игрушки, которые он не заберет с собой на тот свет. Но социум не ценит любовь. Понимаете? Как часто мы детей, ценность своих детей приравниваем к ценности материальной. А так ли есть это на самом деле? Просто посмотрите на это из изнанки. Наша бессознательная, наша душа, когда на это смотрит, у них такие глаза раши. Они говорят, аж из этих людей вообще мозга нет. Но это происходит. Как часто мы уважаем вообще, в принципе, выбор детей? Как часто мы вообще, в принципе, относимся уважительно к детям? Ну вот в 90% семей я встречаю ситуацию, когда, например, сын решил жениться и привел невестку. Или девушка решила выйти замуж и привела сына. Но чаще всего, конечно, когда сын решил жениться и приводит девушку. Как часто родители не принимают его выбор? Этот же выбор родители не принимают. Когда ребенок выбирает профессию какую-то себе, когда он выбирает куда-то поехать учиться, когда он выбирает, выбирает, выбирает какую-то работу, родители пытаются вклиниться. Да просто когда он выбирает себе какое-то хобби, друзей, увлечения. Как часто мы не принимаем выбор. Потом на этом, с невестками это вообще просто такая ситуация трэшевая в 90% семей, когда приходит невестка, а она нежеланный гость в этом доме. Как это, любимого сына увела. И получается еще конфликт, он стоит на программах материнской конкуренции. В первую очередь, женщина-женщина на одной кухне. Это все, это трындец. И когда вот эти вещи начинают происходить, возникают конфликты. Но в основе этого конфликта, как правило, всегда лежит неуважение к своему ребенку. Если ребенок сделал выбор, если мы действительно его любим, если мы исходим из любви, если мы слышим его душой, мы понимаем, его душа сейчас влюблена. Что тут поделать? Этот трэш надо пережить. Или у него сейчас секс. Но секс значит секс. И этот трэш тоже надо пережить. И принять выбор ребенка, это тоже надо проработать не в ребенке, не в невестке, не в его друзьях, а в себе. Потому что резонанс внутри нас. Надо вовремя научиться говорить себе стоп и задавать вопрос. Так, это решение я принимаю сейчас из любви или из эго? Если мы научимся себе задавать этот вопрос, не кому-то себе. Любовь или эго? И что я сейчас чувствую, когда я вот сейчас устраиваю какое-то внешнее проявление? Если я чувствую любовь, пожалуйста, играем дальше. Если я чувствую что-то другое, то имеет смысл задуматься. Давайте сперва сменим состояние на любовь, а потом разыграем ту же самую сцену. Можно даже с теми же самыми эмоциями, но и состояние любви. И понимаете, сцена меняется. Сцена меняется. Но для того, чтобы вот так жить, первое и основное, что внутри человека надо изменить, внутри какого человека? Не ребенка, внутри себя. Это начать доверять. Первый блок программ, который не позволяет жить действительно как развитым существам нам, это доверие. Доверие к себе. Доверие к ребенку. Я не доверяю его выбору. Я не доверяю его и так далее. А уже от этого полдет уважение и понеслось дальше. Но если я не доверяю первично, то давайте подойдем к зеркалу и посмотрим, кому я не доверяю. И первичная программа будет «Я не доверяю Богу». Если раскрутить эту программу, там через что самое страшное в этом недоверии, что самое хорошее в этом недоверии, пошло, 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 мы упремся обязательно в Бога. Получается, я не доверяю Богу. Я вынесла не я от себя. И я вот этому не я не доверяю. И, соответственно, вот это не я, я вижу в своем ребенке, я не доверяю ребенку. И понеслось. Давайте синхронизируемся все-таки с Богом, начнем Ему доверять, начнем Ему верить. И как у разумных существ, начнем все-таки людям дарить свою любовь и свое благословение. Если они что-то выбирают, если они что-то решают, если они просят нас о помощи, мы им помогаем, мы делаем все из любви. И тогда мы начинаем чувствовать. И надо не думать, а именно чувствовать. Чувствовать душой своего ребенка, чувствовать душой его потребности, чувствовать, как мы любим его, чувствовать, как он нас любит. И получается синхронизация. Вот эта синхронизация нас с детьми, она дает невероятный энергетический выхлоп, она дает счастье. Счастье, когда мы наблюдаем, как реализуются наши дети. Счастье, когда мы наблюдаем, как у них получается. Вы знаете, иногда они творят глупости. Вот мой ребенок, там, гонки, вот у него завершается период, мама выпустила травму, этот период сходит на нет. И вот он откатался и приходит, там, ночь откатался на дрифтинге, приходит и говорит, все, все, я больше не буду этим заниматься. Почему? Я получил кайф, и у меня вот после сегодняшнего дня пропал интерес, да? И я понимаю, что, да, ну, открылся совсем другой интерес, и в другом месте он будет реализовываться. Еще один пришел и говорит, да, я понимаю, вот у меня есть интерес, вот у меня, мам, видишь, там просто идут дурные скачивания на плей-маркете, игрушки очередной, но я понимаю, что я там стебался, писал разную лажу, давай подумаем, может быть, что-нибудь толковое сможем написать, действительно выстоять на продажу, потому что, да, там 50 тысяч скачиваний одной игрушки, а там их уже несколько, это очень большое количество, люди командами работают, а тут один ребенок закрылся в комнате и написал вещи, которые пользуются спросом, интернет вот в качестве развлекаловки это все качает и так далее. Для него это опыт, и к родителям приходит для того, чтобы его поддержали, и для того, чтобы ему сказали, слышь, сынок, классный, прийдь дальше. Вот за этим дети приходят к нам. Они приходят для того, чтобы мы им выразили свою любовь и поддержали их. А все остальное, это они за этим к нам не приходят. Понимаете, и вот тогда выстраиваются действительно отношения через любовь в родителей и детей. Самое ценное, я предлагаю точку, точку внимания перевести на то, у каждого, кто сейчас будет слушать, на то, что самое ценное, что у нас есть в жизни, это любовь, да, это мы. Дети – это проявление нас, это часть нас. И они для нас очень ценны. И когда мы поступаем в жизни, исходя из интересов детей, то в таком случае мы не предадим их в школе, став на сторону учительницы. Мы не предадим их где-то на работе или в какой-то сложной ситуации. Мы будем уважать их выбор, мы будем ценить их интересы, мы будем помогать им по их просьбе. И мы не будем выставлять какие-то материальные ценности дороже, нежели ценность нашего ребенка. И если мы в какой-то ситуации заботимся о безопасности, например, не хватает нам доверия к Богу, да, и нам кажется, что вот этот ребенок вот сейчас что-нибудь утворит, для того, чтобы успокоиться и не формировать в его жизни чушь, я предлагаю делать практику, да, практику с ангелом. Сели, обратились к своему ангелу и сказали, «Ангел мой, будь вот рядом с моим ребенком, позаботься о нем, чтобы у него все было хорошо, и больше не думайте об этом». И пускай ваш ангел работает с тем, чтобы помочь вашему ребенку. Но вы понимаете, что этот ангел работает сейчас больше на вас, чем на вашего ребенка, потому что ваша картина мира с вашими дурными мыслями, она по-дурному влияет на ваше чадо. Но если вы хотите быть в гармонии, и у вас не хватает времени на то, чтобы выровнять свои отношения с Богом, убрать свои программы недоверия Богу, ну, можете воспользоваться таким костылем, он тоже достаточно рабочий. Я предлагаю в основе взаимоотношений с душой, с детьми, я уже даже напрямую говорю, общаться душами. Только при общении душами у нас будет гармония с детьми. А это значит, когда мы подходим открытой своей душой к открытой душе ребенка, без субличностей, без масок, голыми. Голыми мы подходим с обнаженной душой, и обнаженной душой чувствуем своего ребенка. И выстраиваем взаимоотношения из интереса, из интереса своего и его синхронно, потому что в интересе есть Бог. Тогда все будет прекрасно, тогда у нас не будет тех ситуаций трагических, о которых зачастую говорят люди, и которые врываются в жизнь каждого и заставляют страдать. Каждого из тех, кто не слышал, не оголил свою душу, не услышал своего ребенка. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч.